Поспешно выходит из поликлиники, садится в машину. Маленькие пациенты не ждут. Сейчас здесь на учете 500 ковид-инфицированных детей. Если бы не помощь добровольцев, автоволонтеров, помощи медиков пришлось бы ждать в разы дольше. Сколько часов в день приходится ездить? Часы не считаем, а самое главное отъездить те вызыва, которые поступили. 7-10, когда больше бывает. Сколько будет, столько отъездим. Ребятишек не надо бросать. У меня, во-первых, жена у самого врача. Она в кровевой поликлинике работает. Я не понаслышке знаю эту ситуацию. Почему бы не помочь? У меня есть возможность. Я уже пенсионер. С утра только детей отвез, и потом практически день свободный. В Барнауле медиков развозят 20 автоволонтеров. Как минимум, еще столько же смогут закрыть потребность нехватки водителей. Главный врач третьей детской поликлиники рассказала, что помогать доставлять врачей до малышей стремится не только сильный пол. У мам есть такой чат многодетки. И несмотря на то, что мамы сами заняты, с детьми, то есть они приходили и свои услуги именно с машинами, и водительские услуги предлагали. Все равно волонтерам приходится иногда с нашими докторами ездить и до 20, и до 20-30, не отказывают. Автоволонтеры работают на износ в списке свыше 100 адресов в день. Водитель-добровольцы сейчас просто необходимые. Автоволонтеру очень нужны выходные, потому что сейчас поликлиники работают и субботу, и воскресенье. Буквально вот вчера действительно после выхода материалов позвонил мужчина. Он работает на кафедре в медицинском институте. Отец четверых детей сказал, я в пятницу, субботу, воскресенье готов волонтерить. Поэтому всех призываю, вот 2-3 часа в день, оно очень поможет нашим врачам. Если у вас есть водительские права, и вам не сложно выкроить время, позвоните по номеру телефона, который сейчас видите на экране монитора, либо зайдите на сайт волонтеры-медики. Там тоже можно пополнить ряды помощников. Социальная дистанция и при этом реальная помощь. Волонтеры не только ездят к больным. Как и предыдущие коронавирусные волны, они помогают купить продукты тем, кого сегодня нужно особенно беречь. Самое ценное, что мы получаем, это вот эти вот улыбки бабушек, которые, наверное, ну, мы последние их надежды, которые вот сейчас помогут им там покушать, элементарно принести. На сегодняшний день десятки волонтеров работают и в колл-центрах на базе диагностического центра, а также в ПЦР-лабораториях, в поликлиниках города и края. В это почти военное время помощь каждого ценится на вес золота и помогает спасти чьи-то жизни. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.